Друзья, всем привет! Для тех, кто не был ранее на канале, я скажу, что сейчас мы занимаемся тем, что мы доставляем автомобили для ЗСУ. Кто, кстати, не видел, чем мы занимаемся, вот я оставлю ссылку на канале. Ну, а для постоянного зрителя я напомню, что предыдущая серия закончилась тем, что мы пытаемся найти ночлег в канун католической Пасхи. И из гостиниц у нас, блядь, только одна, не пойми хрен какая. Ну, в общем, смотрим. Гостиница из разряда, которая вживую выглядит намного лучше, чем, блин, на картинках в букинге. То есть я не уверен, что сейчас вот все это передаст. На картинках в букинге этого всего нету. Есть какие-то красные кровати, есть типа какие-то комнаты непонятные. А тут вообще очень удачно мы заехали. Ё-моё, ничего себе! Тут уже не на ней тут ебели. А это... Там озеро. Озеро? Да. Если что, тут девочки спят сами. У меня отдельная комната, вообще даже в другом корпусе поселили. Так, чтобы я и близко тут не был. Вот в таком вот месте я сегодня с утра проснулся. И поверьте, снаружи здесь намного лучше, чем внутри. Там, ну, такой номер из разряда несчастных. Озеро, кстати, там ловятся карпы. Наверняка здесь платная рыбалка. И вот если посмотреть вдаль, один из пропорив, это наш украинский. Друзья, вот когда видишь в чужой стране свой флаг, поднятый на флагштоке, и пофиг, что сейчас минус два, и пофиг, что сейчас морозное утро, и пофиг, что сейчас воскресенье. Я горд за свою страну. Я очень горд того, что на чужой стране, на территории чужой страны висит наш флаг. И сейчас, сегодня, Пасха, и нужно выбирать автомобили. Говорят, грешно в Пасху выбирать автомобили, но не тогда, когда время войны. Я на завтрак. Звоним. Я очень надеюсь, что летомцы, которым я вчера позвонил, которые, честно говоря, уже были чуть-чуть вгашены, сегодня вспомнят, о чем мы говорили, и мы не зря... Ну, то, что мы не зря здесь остались, это факт, но имеется в виду в этой гостинице. И они поехали по намеченному плану в сторону Вильнюса. Ну, я очень надеюсь, что мы сегодня вернемся и посмотрим тот пикап, который вчера нашли. И, кстати, благодаря одному из наших подписчиков, и опять-таки, благодаря тому, что у нас есть вот этот вот телеграм-чат, я этой машины не видел. Нашли парни, скинули, говорят, вот, появилось объявление. Я сразу же позвонил, но там чуваки уже в таком легком угаре были, поэтому я понимаю, что объявление слегка не свежее. Ну, как минимум, ему уже было несколько часов. Я на завтрак и в путь. Как мы все это сделаем, я еще не знаю, я еще над этим не думал, потому что вот прямо сейчас я сижу и делаю один из выпусков, потому что нет монтажеров. Кстати, относительно монтажеров. Друзья, вот те, кто хочет прокачать свой скилл, и те, кто умеет монтажить видео, добро пожаловать в наши ряды. Денег у нас нет, но с нами очень весело, можно прокачаться, и когда будут гражданские заказы, тогда можно оплачивать. Мы всю эту ситуацию делаем бесплатно. Если вы хотите присоединиться ко всей этой движухе, добро пожаловать на борт. Контакты будут внизу. Ничто так не поднимает настроение, находясь далеко от родной земли, как стеб наших украинских земляков. И звучит он приблизительно следующим образом. Просрать флагман флота в стране, у которой нет своего флота, это шедеврально. Хорошо в селе родном, пахнет сеном и говном. Вот это как раз про Тузи деревню. Айс так низко летит. В общем, тут такой свежий запах навоза. Такая деревня-деревня. Добрый день, вы русский понимаете? Ясный хуй. Это шесть. Восемь, десять, двенадцать. Видишь, темная крыша. Ага. Вот там. Все, еще, еще. Все, хорошо. Еще и дальше. Спасибо, едем. Спасибо вам, праздник. Давай. Пасха. Пасха. Слава Украине. Ина говорит, типа, репутация. Говорите по-русски, ясный хуй. Так, ну по салону он такой, конкретно охотничий-охотничий. Парни-охотники, они на этом автомобиле просто ездят. Это не его. В салоне тут такое слегка чуть подертая. Ну и в рот тому ноги этому салону. Такой же. Покрашен, но его, конечно, в пиксель покрасить. Ага. Типа закрыто. Кузов. Решетка для того, чтобы стекло не вылетело. Ну, плюс-минус. Кружок могу на нем проехать? Да, да, да. Форд Рейнджер. Несмотря на пасхальные праздники, парни нам его показали. Еду сейчас по полю. Говнище. Ну, есть остатки от лужи. Сейчас переверну. Вот здесь вот, грубо говоря, кей-третий. Ой, первые. Вот это вот. Да, туда может быть побольше грязи бы. Да, гребется хорошо. В общем, мосты работают, раздатка работает. Единственное, что нужно, отбалансировать передние колеса. Потому что они здесь другие стоят. И балансировки немножко нет. А так, в общем-то, пока все хорошо. На машине я покатался. Плюс-минус нареканий нет. Да, эта машина не для шоссе. Это как раз вот для поля, для говна. Что собака-охраняка? Блоки тебя мучают? Или ты гуляться хочешь? Машина, механизмы у нее все исправны. И двигатель нареканий не имеет. Несмотря на то, что у нее уже 300 с чем-то, 1330. Тормоза работают равномерно. Равномерно колеса передние здесь поставлены. Ну, такой он заново покрашенный. Где-то как-то подваренный. Но ухоженный, скажу так. То есть, ремни здесь поменены. Топливная работает нормально. Ну, плюс-минус для тех целей, которые нужна. Машина очень даже и неплохая. Стоимость машины 4,5. Сейчас будем общаться за сколько. За 4,2, да? Да. За 4,200 ее отдают. Там вот датчик, он как снимал бак, он неправильно подключил и все. На трассе где-то 300 километров. А по плохим дорогам где-то 260 километров. А канистры имеешь? Нет. Подари. Резервную просто подари, чтобы они не остановились на трассе. Подарочная канистра. Мы сейчас заезжаем все-таки на заправку, заливаем полный. Едем до Вильнюса, смотрим, сколько сожрет, и опять заливаем полный. И зальем еще 20 литров. Самое главное, что и было. Да. Так, аварийка есть, задний ход есть, габариты есть. Стоп. Ставь, тут спалки. Есть. It's good. Подтверждение среди бескрайних полей Литвы. Где мы, где мы? Короче, где-то 40 километров от Шулиты в поселке. Вот эта улица называется улица охотников. На литовском языке мэ-мэ-мэ. Забыл, как называется. В общем, вот то чудо, которое накружили. Машин, несмотря на его внешний вид, по проходимости, просто конфета. Я катался по полю. Поздно я додумался включить телефон. Ну, я, грубо говоря, был ограничен во времени, потому что мы приехали, и там целая война была. Машину вчера только поставили на продажу. Ну, и получается, что мы позвонили, ну, практически первыми. Но помимо нас звонило еще несколько человек. А с учетом того, что пацаны вчера бухали, говорят, типа, всем приезжай. А мы приехали первые. И там началось. Да, они не украинцы. Да, проверьте у них паспорта, они с Белоруссии. Они гонят, они вас обманывают. Мы показали паспорта, что мы с Украины. Поехали покататься по полю. Короче, понижайки. Два моста. По технике вообще класс. Я заехал в лужу на поле. Ну, такая подсохшая лужа. Гребется, я хочу сказать, классно. То есть я хотел ее посадить, и я спросил, можно ее посадить? Они говорят, можно, сажай. Но посадить у меня не получилось. Они говорят, если что, у нас есть еще джипы, мы приедем, тебя достанем. Вчера, когда мы осматривали джип Гранд Широкий, я сказал, что машина для военных это классно, но для тех задач, которые мы везем, ну, она нужна была для снайперов. И эта машина, она откровенно низкая, не подходит. Я сказал, что машина по технике классная. Заинтересовалось гражданское лицо. Но я-то знаю, что выбор для гражданского лица, ну, несколько другой, потому что это выбор за деньги. Я объясню, чем отличается выбор для военных от выбора для гражданских. Для военных мы смотрим только техническую часть. Это двигатель, это коробка, это рама, это ходовая. Все остальное им по бобику все равно. Но для гражданского лица. Очень важно человеку знать о том, какой у него дополнительный еще кузов, какое состояние электрических блоков, какой действительный пробег, хотя пробег мы смотрим и для военных, и какое состояние еще дополнительно салона. Поэтому мы возвращаемся осмотреть Гранд Широкий более глубоко и дать уже хороший вердикт, подойдет ли эта машина для гражданского лица. Интересно, продает ли он ла-фет. Вот этот джип, который нужен для нашего парня посмотреть. Сейчас будем смотреть. Досматривать. Это та машина, которую мы смотрели вчера. Выявился интерес, пришлось вернуться. Ну, как бы так себе затейка, но раз нужно, значит, смотрим. Девчонки паркуются. Нормально еще, уверенно, не себя чувствует за рулем. Просто красавицы. Молочинки. В общем, если для военных эту машину я могу рекомендовать запросто. Для частного лица, для человека, который долго на ней будет ездить, я эту машину рекомендовать не хочу. Объясню, почему. Вот эта вся бочина у нее крашеная. Вот у нее треснула шпаклевка. И вот здесь вот момент, есть треснула шпаклевка. В общем-то, по кузову плюс-минус там все нормально. Но, вот эти моменты, которые я не хочу рекомендовать. Вот туда попадет вода, она начнет ржаветь. А сейчас это все делать, переделывать. Это слишком дофига денег занимает, займет. Поэтому, чтобы довести эту машину до ума, она встанет в пятерку. А за пятерку, я думаю, у нас можно купить машину с пробегом в 330 тысяч километров. Ну, я предполагаю, хотя сейчас, наверное, очень вряд ли, потому что сейчас время войны. Но, не рекомендую. Хотя, с первого взгляда, очень хороша. Сейчас меряем пробег солярки. Ну, имеется в виду, с учетом того, что здесь не работает датчик топлива. Он показывает все время максимум. Даже если пустой бак, он показывает максимум. Спасибо литовцам, что предупредили. На всякий случай они нам выдали вон канистры. Одну из канистр мы... Ох, девчонки шустрые уже полетели. Ладно, лечу за ними. Одну из канистр мы залили 20 литров солярки. На случай, если уже все кончится, и мы где-то пролюбим, то у нас, как минимум, будет солярка. В общем, остается этот автомобиль здесь. Пусть он продается дальше. Он неинтересен. Тем более, дешевле. Трех с половиной его не хотят отдавать. Говорит, вот три с половиной это уже край. Только для Украины. Только для войны. Но для войны-то эта машина подойдет. Потому что по технике хороша, как я уже говорил. Ну, а ей не очень хорошо по кузову. Поэтому остается она. Вот еще раз концептуально, когда отличается поиск автомобиля для военных и для гражданских. То есть для гражданских нужно смотреть абсолютно все. Для военных нужно смотреть техническую часть. И вот здесь вот судьба сыграла со мной злую шутку. Попал я в легкий капкан, назовем так. Так-то я помню, что она вроде бы целая. Я ее не смотрел. Человек говорит, берем. Я говорю, минуточку. Надо поехать посмотреть. Потому что я осматривал только часть техническую. Ой, нифига себе количество людей на Пасху. Вот здесь за моей спиной церковь. Там даже он. Я не успел включить камеру. Не обратил внимания, потому что она осталась в стороне. Такая елка из яиц. Огромная. Метра, наверное, четыре с половиной высотой. Людей очень много. Сегодня все празднуют. Сегодня, в принципе, никто не работает. Это только мы работаем. Ну, у нас обстоятельства такие. У нас война в Украине. Поэтому мы сейчас выбираем автомобили для военных. И, кстати, что касается вопроса, выбираем ли мы автомобили для обычных гражданских лиц. Отвечу всем и сразу. Да, выбираем. И для гражданских лиц. И что касается самой нулевой растаможки. Нулевая ли она? Условно ли она нулевая? Я скажу так. Она условно нулевая. Почему условно нулевая? Потому что помимо таможенных платежей никто не отменял 3% пенсионный фонд в случае недорогого автомобиля. Чем дороже автомобиль, чем больше пенсионный фонд. Но не более 5% от стоимости автомобиля. Вот. И есть еще сертификация. Есть еще услуги брокера. Ну и, естественно, доставка самого автомобиля. А так, в общем-то, действительно растаможка нулевая. Действует это с 1 апреля и до конца военного положения. Сейчас, пока на данный момент, если мне не изменяет память, это до... 25 апреля. Если ничего не перепримут закон. Вот так вот вроде бы только проснулся, а уже смотришь на часы уже половина четвертого. У меня сегодня были большие надежды поменять себе дроссельную заслонку, потому что она у меня в ошибке работает. Но это уже доберусь тогда, когда доберусь. Это я к чему все рассказываю. Вот вроде бы выходной день. Вроде бы посмотрели только два автомобиля. Полтысячи километров уже нет. И день, можно сказать, смело уже закончился. Даже если он был выходной, он все равно закончился. Вот. Поэтому, друзья, это, наверное, больше к тем, что... Та, что там в Европу? Поехал, быстро посмотрел, отстрелялся и все, и забрал. А вы задайте себе вопросом, а что будет, если тот автомобиль, на который вы рассчитываете, не подходит? И вот здесь вот начинается канитель. Вот здесь вот начинается карусель. И нужно закладывать обязательно время и ответить себе на вопрос, а что будет, если не получится? А вот теперь улетает бюджет на заправку. То есть надо заправить раз, два, и вон там стоит третья машина. Не захотели в Литовце в этот раз снова брать денег с Украины для того, чтобы машины припарковать. Все, едем, едем, едем. Шикарно, еще чуть-чуть. Шикарно. Все, машины припаркованы. До завтра они, как минимум, здесь. В общем, в планах сейчас едем в Мильнюс за гуманитарной помощью. Парни попросили, чтобы мы на Киев передали четыре здоровых коробки. Именно для этого мы едем в Вильнюс. Там мы ночуем, с утра просыпаемся, приезжаем сюда. Отсюда девчонки в Каунас. Ну, а я в Латвию за следующим автомобилем. А потом буду возвращаться, зацеплю польский. И будем в этот раз ехать два по два. Ну, такие планы там посмотрим. Запихали так, что дыхнуть тяжело. Не влазит, не пролазит. Это я собрал третий ряд сидений. Нину посадили, как ребенка. С рюкзаком на руках. И сейчас мы теперь будем шагать в сторону гостиницы. Ну, короче, вот это все. В машине это все пацанам пойдет. Так что, друзья, встречайте. Ну, к моменту выхода видео это уже все раздадут. Я очень свято в это верю. Но очень приятно, что я в этом принимаю непосредственное участие. Сейчас проверю масло. Как раз машина отстоялась. Так, чтобы у девчонок проблем не было. И буду их отправлять. О, тут как раз максимум. Хорошо. А ну, запускаем, пробуем, Шон. Или ладно, я сейчас нам. Блин, ну, приятно, когда выбираешь классные по технике машины. Аж, аж балдею. Все, пошел ко второму. Масло. Эх, тут. И здесь тоже полный уровень. Никуда ничего не ушло, все есть. Единственное, что я бы его поменял. Потому что она уже такое, уставшая. А пружина будет гореть или нет? Пружина? Да, все будет. В смысле, пружина этот самый, спираль? Да. Не, ну она какое-то время горит, нагревает цилиндры, и потом блокит. На багажнице, где-то второй. Да. Печенок проинструктировал. Они полностью проинструктированы. И сейчас будут ехать в сторону домой. Останавливаться, я думаю, будут под границей в Польше. Ой, Навара хороший, поехал. И я поехал в Латвию. Меня там тоже ждут. Я сегодня заеду еще в Кеденай к друзьям. И потом сразу под Ригу. Для того, чтобы завтра с 8 утра оформить четвертый автомобиль. И потом уже паровозом едем в сторону домой. Все, по коням, поехали. Эх, тоскливо их одних отпускать. Но, в принципе, девчонки обученные. Красавицы. Поехали. Первый пошел. Вторая. Вторая. И, кстати, Оля вообще интересна. Она первый опыт имеет в своей жизни с коробкой автомат. И первый опыт с правым рулем. Ну, я посмотрел, девочка-молочинка едет без ошибок. Единственное, что у нее есть легкий трабл с парковкой вперед. А так, в общем-то... Да, поехали. Поехали, молочинки. Ну, и я за ними тоже. Мир настолько непредсказуемый. Вот проезжал в Киады Най, и мы никогда не думали, что мы встретимся. Заочно вы этого человека знаете. Потому что, вот, тысячи из вас обращались в его компанию. Зовут парня... Гедрюс. Гедрюс. Он представляет компанию CarVertical. Благодаря этой компании. Ну, вот я когда... Вот сейчас езжу, в том числе и для ЗСУ. Почему у меня такой высокий процент успеха? Потому что большинство автомобилей я прогоняю, я сразу понимаю, на что нужно ехать, на что не нужно. И у меня остается намного больше времени выбивать именно те машины, которые есть, которые актуальны, которые с хорошей историей. Машина с плохой историей, я туда даже не еду. Вот. И получилось так, что мы встретились. Ну, как бы мы раньше переписывались. Гедрюс нам и раньше помогал. Ну, в смысле, нам, Украине. А сейчас тоже. И плюс у него дома сейчас харьковчане живут. Короче, парень мировой интересный. Сервис тоже классный. Рекомендую. Очень впечатлил меня этот город. Тихий, спокойный, размеренный. Ну, и плюс Гедрюса увидел. Ну, вживую имеется дело. То, как-то раньше только списывались иногда. Когда мы покупаем кучу отчетов для CarVertical, вот, то я контактирую с ним. А здесь списались. Он увидел, что или... Как-то он понял, что я в Литве и предложил встретиться. Я окей, хорошо, заскочу. Сделал такой круг километров сорок. Теперь еду дальше. Елгава. Вот, Елгава сейчас. Под Ригой вот этот город, который недалеко от Риги, называется Елгава. Вспомнил. Именно туда я держу путь. А сейчас я в Кеденай. Субтитры сделал DimaTorzok. хочу показать какой есть на любилово в литве вот за моей спиной газ по 68 центов практически а по факту по чеку 75 и и вот так вот люди живут и нормально ухты какой бёсель привет собака охраняка потихонечку снова латвия подобралась и вот возвращаюсь уже во второй раз за одним и тем же автомобилем но в следующий раз нас уже так не проймешь мы каждый раз получая удары становимся сильнее как это говорит народная мудрость а вообще каждый опыт он берет дорого но объясняет очень доходчиво я очень надеюсь что завтра уже загружу этот автомобиль и завтра же сразу же выезжая в сторону родной земли в сторону обратно в украину ну естественно через это будет проехать по латвии по литве по польше заехать в украину потом еще два из четырех автомобилей надо будет отвезти в запорожье где-то там за запорожье точно не помню вроде бы я приехал вот это вот дом вот это есть гостиница да это действительно этот домик я смотрю на финский бус но скорее даже не на финский бус а на генератор который стоит возле этого кинтур ванна так смотришь вроде бы ничего необычного а по факту он на газу то есть вот эта штука работает на газу неожиданно просто балку чё могу сказать просторненько уютненько прикольненько светло хорошо ванная кстати вот этот вот номер как мне сказала девочка которая меня суда заселяла это единственный номер во всей этой гостинице которые с ванной ванная люблю поплескаться поэтому мне неслыханно повезло цена завтраком 41 евро и до завтрак в 7 утра здесь делают поэтому сейчас я ложусь спать угол не часа пойду гулять и час пять часов вечера не знаю что сейчас буду делать но что-то сейчас будем при а я знаю видео щас буду редактировать впечатлен прикольно хорошо за 41 евро завтраком очень неплохо друзья если вдруг непонятно откуда взялся или 200 я вот оставлю ссылку в предыдущей серии мы его нашли и о том как это было какая история можете пройти по ссылке и просмотреть приехали наконец-то cсдд были меня голова как и дуванчик нестриженный вот автомобиль сейчас будем регистрировать вернее сделать сверху номеров агрегатов а потом ставить транзитные номера гружу сейчас автомобиль и смотрю что здесь есть консервы есть вода я думал андрес это забыл но по факту это он отдает парням и есть что сказать нашим парням ну чтоб силы хватило силы хватит спасибо огромное спасибо за и за автомобиль и за подарки обязательно передам все гружусь едем возвращаюсь я из латвии по литву и вот торжественно знак о том что литовская народная республика рада вас приветствовать все мы в литве а вот и любимые коровы только скажем так вид сзади ну шо коровы до новых встреч обещал скоро быть спиткала легканы в дача сейчас покажу только собрался переодеться сейчас машина пройдет в смысле переодеться в другую одежду лучше знаю что мне уже не придется снимать машину с лафета вот прям сейчас показываю что случилось что получилось короче имеем вот такую историю классное было колесо хер победишь чё она разорвалась но как-то так исторически служила ушло делать нечего меня час а это минус час жизни как за здрасте и перед выездом хорошо что накачали вот эту запаску потому что вот это было практически пустая то есть нее давление острена тоже уже жеваная пережеванная ей практически пипец этому колесу ну короче друзья вот так иногда бывает есть как бы это сказать один неловкий момент у меня нет там про то у меня есть то что заклеивает дырочку у меня есть от прокола скажем так но от того когда разорвалась полностью колесо друзья спасибо что досмотрели это видео до конца напоминаю что сбор средств он не прекращается для приобретения автомобилей потому что машины приходят машины едут на передовой вот недавно позавчера один из автомобилей которые мы привезли кстати историю про него вы еще не видели это вот выпуск следующий будет когда мы привезли эту машину это забегу вперед это nissan navara он уже уничтожен то есть машина наехала на мину она свое откатала она очень сильно парням помогла парням танкистом но к сожалению есть погибшие два человека есть два раненых и все остальные остались живые те которые были в экипаже этого автомобиля но машина уже уничтожена поэтому мы дальше для парней абсолютно бесплатно для воинских частей мы привозим автомобили благодаря тому что вы нам скидываете денежные средства а мы эти денежные средства материализуем в автомобиле и с помощью наших знаний выбираем лучшее что есть на данный момент в предложении привозим это в киев обслуживаем доводим до ума если вдруг там чего-то не хватает красим подготавливаем тем кому надо сверху устанавливаем стойки под пулеметы об этом кстати тоже будет скоро видео наверно но это еще не точно если я получу я получу разрешение то точно будет друзья спасибо что смотрели видео до конца всем мирного неба над головой всем здоровья вам и вашим близким с вами был николай тарануха киев компания один авто всем пока пока я пойду дальше марафетить дракона я очень надеюсь на то что я правильно отдел подушку для сна но как-то я делал подушку мне спать вообще теперь не захотелось может правильно дел может нет в комментариях напишите правильнее общение лучше ранее не пользовался